Меня сильно удивляют люди, которые до сих пор считают, что военные действия на территорию Украины ведутся исключительно между Россией и Украиной. И, мол, НАТО, в частности США и Британия, там не играют никакой роли. Они всего лишь оружие подают, продают, а еще обучают украинских военных и передают разведданные. Странная ситуация выходит. Вроде вместе, но порость. Наверное, такое возможно, но не в этом случае. Вот возьмем, к примеру, встречу глав оборонных ведомств стран НАТО по украинскому вопросу и помощи для общеевропейско-украинско-американской победы. Спасибо вам за то, что так быстро собрались на это историческое заседание консультативной группы по обороне Украины. Это экстраординарное собрание, на котором сегодня представлено более 40 стран. Мы здесь для того, чтобы помочь Украине выиграть борьбу с несправедливым вторжением России и укрепить обороноспособность Украины перед лицом завтрашних вызовов. Глава Пентагона при этом подчеркивает, что Украина искренне верит, что может победить. И в это верим все мы. Странно звучит, не правда ли? И в это верим все мы. Но США не просто верит, но еще и напрягает других участников НАТО активизироваться и подавать снаряды несчастному Зеленскому. Только на конец апреля союзники Украины обязались оказать пособие на сумму более 5 миллиардов долларов в помощи. Послушайте мнение американского военного аналитика. Они побеждают на Востоке, и это было их целью все это время. Они выполняют свою задачу. Это специальная военная операция, но мы ее называем сейчас войной. Я не думаю, что Россия перешла эти границы, но это де-факто прокси-война между Западом и Россией с использованием НАТО, с использованием украинских сил как оружие НАТО. Цель этого – уничтожить Россию. И вот буквально на днях состоялось второе заседание рамштайнского состава. Вот интересно, когда НАТО признает, что ведет войну против России руками Украины? Всем очевидно, что это прокси-противостояние со стороны, в первую очередь, США. И вот на виртуальном заседании по Украине собрались снова министры обороны более 40 стран. Интересно, что ввел это заседание министр обороны США Ллойд Остин. И он отметил некоторый прогресс после первой встречи. Что за прогресс? США выделила еще денег на вооружение Украине? Или падение Украины стало на шаг ближе? Американец отметил военную технику Австралии, Канады и Великобритании, которую они предоставили Украине после первой встречи. Теперь же министры других стран должны были доложить, как они помогают Украине. Такой своего рода отчет. В этот раз к клубу «Рамштайн» по милитаризации Украины добавились еще Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово. Ну, то есть это не странные участницы НАТО, а просто клуб помощи Украине. И НАТО по-прежнему не участвует в военных действиях на Украине. После виртуальной встречи в формате «Рамштайн» министр обороны Украины выложил в своей соцсети фото изображения звезды смерти из «Звездных войн». Что он хотел этим сказать, остается лишь догадываться. Хотя ему бы лучше подумать, как он будет жить после демистификации и демилитаризации, а не пересматривать культовую сагу. Но у некоторых возникли подозрения, что, мол, это знак того, что Украине хотят предоставить какое-то оружие нового поколения. Собственно, примерно об этом же он сообщил и в своем твиттере. Я благодарен Ллойду Остину за его лидерство в формате «Рамштайн», к которому присоединилось больше стран. На нашей следующей встрече я ожидаю сообщить о результатах использования систем, которые обсуждали сегодня партнеры, которые должны изменить правила игры на поле боя. Но нужно сказать, что все события, которые сейчас развиваются вокруг Украины, где замешана НАТО, как всегда предвидел наш президент. Послушайте, что он сказал в конце февраля. Америка является единственной страной, выгодополучателем того, что происходит здесь. Здесь и Европу на место поставить, и конкурентов убрать. Ясно, что Китай и Россия – это основные конкуренты Америки. Вот эту проблему они решают. Но заметьте, дошли уже до войны. Но сами и публично заявляют. НАТО, Америка, нет, нет, мы туда не пойдем, воевать в Украине мы не будем. Ну, вы слышали эти все заявления. Как всегда, чужими руками. А сами будут стоять за литовцами, за украинцами. А помните, как в Бучу приезжала Урсула фон дер Ляйен со своей свитой? Здесь произошло невообразимое. Мы увидели жестокое лицо армии Путина. Мы увидели безразличие и хладнокровность, с которыми они проводили оккупацию города. Думаете, она приезжала поддержать Зеленского? Она приезжала поговорить о вещах, о которых по телефону не говорят. И уточнить о том, какая помощь еще нужна. И Борис Джонсон не просто так навещал Зеленского в Киеве. Там сплошь и рядом работает Ми-6. Не исключено, что провокация в Буче тоже их рук дело. При этом он как король разгуливает по улицам Киева. А его еще и благодарят. Борис, я рад, я такие рады вас бачить. Я люблю Британию. Она рятувала нас. Я мои дети, мои внуки. Будем про это помятать. А благодаря за что? За то, что НАТО, США, Британия и ЕС приложили свою руку к гибели Украины? Что Украина сегодня главный убойный снаряд в борьбе с Россией и новая возможность западной коалиции пойти на восток? Однажды Украина и украинцы все поймут. Но, может быть, уже поздно. Субтитры создавал DimaTorzok